Доброе утро зрителям, доброе утро ребята. Алексей, поздравляю тебя с прошедшим днём рождения, желаю тебе здоровья и всё, что для счастья необходимо в придачу. Ну а что касается праздников сегодняшнего дня, то сегодня отмечается Международный день защиты леса. О том, что сохранение леса и бережное отношение к природе должно быть важным для каждого человека, мы сегодня поговорим с Натальей Трофимовой, руководителем Алтай-Соянского отделения Всеверного фонда Дикой природы. Здравствуйте. Доброе утро, Антон. Наталья, расскажите, пожалуйста, вот вообще о празднике День защиты лесов. Какая у него история? Этот праздник был основан в 1971 году на 23-й Генеральной Ассамблее ООН. Было внесено такое предложение, оно было поддержано, и, собственно, с этого времени все начали отмечать этот праздник. Изначально были немного разные даты для Южного полушария и для Северного полушария, ну, спустя какое-то время решили сделать Международный день. Собственно, это один из информационных поводов, чтобы обществу доказать и проинформировать его о том, что леса защищать это важно, что у них очень большая экологическая функция, чтобы все задумались о том, как же там дальше жить. Ну, действительно, ведь очень важно информировать, как вы сказали, население, потому что экологи-то постоянно пьют тревогу о том, что численность лесов на планете сокращается. А вообще какие существуют еще проблемы? Основная проблема, как правильно вы упомянули, это сокращение площади и деградация лесов. Собственно, деградация, она тоже ведется к сокращению площади лесов. Это вырубки, промышленные рубки, незаконные вырубки, это, безусловно, лесные пожары и вспышки энтомов родителей, то есть насекомых, которые уничтожают уже леса. Это основная. И плюс ко всему у нас все-таки в стране работает экстенсивный метод освоения лесов, то есть мы постоянно вырубаем и вырубаем, осваиваем новые площади, и при этом при всем очень редко задумываемся о том, что лес нужно восстанавливать, и о том, что нужно его высаживать. Вот мы сейчас заговорили о нашей стране, а вот что касается нашего края, ведь известно, что леса Сибири, они такие одни из самых богатых. В чем вообще их ценность, можно сказать, может быть, как в мировом масштабе, так же и для нашей страны? Ну, это бариальные леса, это наш всем известный кедр, кедр еще называют. Кроме того, что это национальная гордость, это еще и хлебное дерево. То есть это хлебное дерево для жителей, это орехи, плюс ко всему, как бы, это источник биоразнообразия. То есть в этих лесах животное больше количества, а в млекопитающих, которые есть, там, белочки и олени, там, все остальные животные. Вот. А основная ценность в том, что, ну, это аккумуляция углерода, то есть наши леса, они поглощают углекислый газ, по сути дела, поглощают наши, получается, наши выбросы, которые мы производим, вот, и наши отходы, и при этом при всем очищают воздух и очищают климат. В России, да, самое большое количество, в принципе, как бы лесов, это наша гордость, есть чем гордиться. Пока еще, пока, пока еще есть чем гордиться. Это замечательно, что нам есть чем гордиться, вот как вы сказали, но, тем не менее, а вот что угрожает нашим лесам, да, и что делается в плане их защиты? То же самое, что и всем остальным лесам, это их деградация, то есть у нас периодически в тех или иных районах возникают вспышки шелкопряда, сибирского шелкопряда, это лесные пожары, это просто бичи лесов, потому что вот сейчас начнется пожароопасный сезон, начнутся сельхозполы, и от этого будут весенние пожары, плюс ко всему это будет до сентября на тех или иных территориях они возникать. Вся проблема именно в наших сибирских лесах заключается в том, что у нас очень большие площади, и очень много лесов трудодоступных, и поэтому не так легко и просто, если возник очаг возгорания, его потушить можно было. Но, тем не менее, авиалисохрана старается с этим уже много лет бороться, и, возможно, как бы это когда-то приведет к хорошим результатам, что мы начнем их предупреждать, а не тушить уже существующее. Ну и вырубки наши при Ангаре, там очень мало осталось знаменитой ангарской сосны. Мы с этим стараемся, вместе с лесопромышленниками, у нас лесопромышленники достаточно ответственные люди, на самом деле, большинство из них, мы стараемся вместе с ними решать вопросы о том, о сохранении лесов. И несмотря на то, что для них это все-таки бизнес, у нас есть комиссия по малонарушенным лесным территориям в Сибирском федеральном округе, и мы все вместе собираемся и решаем вопросы о том, каким образом можно сохранить самое ценное, что у нас, в принципе, осталось. А что еще вы предпринимаете в этой области сохранения лесов? Вот именно ваша организация? Мы высаживаем леса. Ну, у нас, на самом деле, очень хорошая, сильная лесная программа Всемирного фонда природы. Кроме того, что мы занимаемся сохранением малонарушенных лесных территорий, мы занимаемся посадками леса именно на тех площадях, где само восстановление невозможно, либо оно очень сильно затруднительно, и плюс ко всему это сертификация работы с лесопромышленниками. Наталья, а если можно, вот, в двух словах, буквально, вкратце, дать рекомендации для красноярцев, да, чем они могут помочь вот в этом деле, в сохранении леса? Ну, во-первых, когда вы идете гулять в лес, то, пожалуйста, не разжигайте костры, если разжигать, то вы убирайте за собой, не мусорите в лесу, когда вот там пребывает, потому что, чтобы после вас еще могли прийти другие люди, тоже насладиться этой действенной природой, которая есть для черных лесорубов, пожалуйста, ребята, отдумайтесь, перестаньте вырубать наши замечательные леса, ну и, конечно, участвуйте с нами в совместных акциях, приходите и высаживайте деревья, делайте нашу планету красивее. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам. Игорь Негода.